Приветствую всех друзья! Сегодня мы поговорим об одном немецком фрезерном станке с довольно интересным решением передачи крутящего момента. Скажу сразу, что в отличие от многих производителей, как например английская компания Герберт, которая поставляла и распространяла станки многих других компаний, в некоторых случаях устанавливая с ними настолько тесный союз, что станки теряли свою первоначальную идентичность, немецкая станкостроительная организация Han & Kohl не потеряла свою индивидуальность на протяжении многих лет. Построенный в 1937 году, первый образец вариомат был основан на конструкции, которая стала популярна во всей Европе и которая первоначально была разработана на основе современных типов TL-58, Macho SK-250 и Detel FP-1. Редкий станок, который почти наверняка продавался только в континентальной Европе, ранний вариомат был оснащен двухскоростным трехфазным двигателем Siemens, который приводил в действие два беступенчатых редуктора фирмы PIV. Производитель до сих пор существует. Один соединялся со шпинделем, а другой с приводом стола. На рисунке видны два набора из четырех конических расширяющихся и сужающихся пластин с маркировкой Regeltrip. Они обеспечивали изменение соотношения при открытии и закрытии. В то время, как для более низких мощностей в таких приводах использовался обычный ремень из резины и холста, в данной версии использовались конические пластины с зубьями. Ремень был заменен специальной стальной цепью, которая могла сопрягаться с углублениями шкива. Вариатор шпинделя работал через предохранительную перегрузочную муфту, полностью интегрированную в корпус станка. Вариатор стола был также защищен муфтой, но легко демонтировался для обслуживания. Система обеспечивала два диапазона скоростей. Низкую от 50 до 260 оборотов в минуту через понижающую коробку передач и высокую от 250 до 1200 оборотов в минуту с прямой передачей. Циферблат на боковой стороне колонны показывал различные настройки. Верхнее окно отображало скорость резания в метр в минуту, а нижнее обороты шпинделя в минуту. В отдельном окне отображались скорости подачи стола. Они варьировались от 10 миллиметров в минуту до примерно 120 миллиметров в минуту. Интересно, что двигатель включался рычагом, а не кнопкой. Также и с рычагом для включения муфты вариатора шпинделя. Последняя была подпружинена и требовала определенного усилия для перемещения. Сцепление включалось постепенно по дуге движения, по типу автомобильного или мотоциклетного. Имелось также положение, с помощью которого можно было настроить сцепление. После запуска настройка каждого вариатора изменялась независимо друг от друга отдельными трехспицевыми рукоятками на правом торце главной колонны. Помимо оригинальной системы привода, фрезерный станок был обычным для своего типа. В нем использовалась вертикальная головка, которая могла перемещаться по верхней части главной колонны, с помощью маховика работающего через понижающую передачу, для обеспечения подачи на входе и выходе. Колено, которое двигалось из стороны в сторону и по вертикали, было оснащено вертикальным Т-образным пазом, на котором можно было установить несколько различных столов. Обычный, обычный наклонный и составной поворотный. Управление движением стола осуществлялось с помощью популярного метода джойстик, который, как и на аналогичных моделях, вполне мог включать одновременную вертикальную и боковую передачу. Оснащенная коническим шпинделем Morse 4, вращающимся в большом переднем подшипнике из бронзы и задним роликовым подшипником, опирающимся на отдельную упорную дорожку, вертикальная головка представляла собой внушительную конструкцию. Однако, в отличие от большинства конкурирующих станков, головка станка Han-On-Kol не имела отдельных верхней и нижней частей, где верхняя часть могла быть снята и заменена на другую, в частности, на ту, которая поддерживала навесное оборудование для преобразования фрезера в горизонтальную модель. Это последнее преобразование достигалось заменой конца головки на бабышку, в которую вставлялись два стальных стержня, служившие для крепления кронштейна. Почти наверняка предлагались и другие типы головок, включая автономные высокоскоростные модели, поскольку вряд ли производители стали бы так ограничивать полезность машины, не сделав этого. Вариамат выпускался долго, с 1930-х годов до начала 1970-х, когда конкуренция со стороны Махо и Деккель окончательно вытеснила его.